Привем по Десне в районе санатория Жуковский. Слева от нас живописные берега, бывшие насосные станции, чьи-то заброшенные пионерские лагеры. Впереди бывшая спасательная станция и всем известная набережная с лестницей к самой Десне. В наш жарко-августский день очень много отдыхающих сейчас, и местные, и приезжие купаются. Речка практически заполнена впереди купающимся, и на Матронных лодках купаются. Очень хорошо. Август на дворе, но лет только наступило. Июль мучили дожди, июнь тоже, а в август начинаем понимать, какое настоящее лето. Вот такая красота. На обратной стороне у нас берег, как в джунге Амазония, заросшие дикие тропинки, дикие животные, ужи, тритоны, ящеры, птицы населяют эту сторону реки. Там идет тропа, которой в солнечный день вся в тени, из-за густо растущей зеленой растительности. Вот такое замечательное место на Жуковке для воздуха. Позади пляж Песчанка, не мухоряги прикрывают доступ. Ноль! Ноль, да, пусто! Вот развалины лестницы бывшего причала спасательной станции. Вот у нас спасательная станция. Конечно, время, прибои, разливы сделали свое. Лестница обрушилась, уже не опасно подходить, как мы видим. Нижняя часть лестницы полностью в воду ушла, а верхняя скривилась. Никто не знает, что с ней дальше будет. Там теперь кафе было. Сейчас не знаю, работа ли, нет. Вроде даже кафе не работает. Много отдыхающих. Пляж и санаторий, это официальный Жуковский пляж. Там освещение провели. Это легальное место отдыха у нас. На речке у нас вон водные мотоциклы идут. Красивый высокий сосновый берег остался позади. Тут же лестница в санаторий Жуковский. Многим известна с детства. Впереди простой пляж начинается. Спуск автомобильный. Впереди видим главный жуковский пляж под санаторием Жуковский. Десятки людей плавают. Местных, приезжих. Вода кишит от людей. Вот красивый песчаный спуск на центральный пляж города Жуковский. Тут даже сейчас лекарные автомобили проезжают. А впереди сам пляж. Мы все ближе и ближе к нему. Это сегодня самое популярное место отдыха здесь и под Сорных, который позади нас в подвесном месте остался. Центрального пляжа Жуковский, находящегося под санаторием Жуковский. Недавно тут поработала строительная техника. Бурдозеры расчистили кусты и сделали пороги спуск в воду. Тут и раньше было любимое место отдыха граждан, сейчас еще больше стало. Там уже оборудовано сиденьями, домиками, освещением. Единственное, официальный пляж остался из всех, что есть. Популярный пляж. Несколько десятков людей здесь. Вода кишит от людей. Пляж остается позади нас. Впереди красивые повороты Десны, заливные руга с озерами и дубовыми рощами. Красивейшие пейзажи остаются позади. Там, на коренном берегу, пионерагер Деснянка. Известно много, кто с Брянской СБМЗ отдыхали и кто получал путевки. Самый нано-качественный рагер на Жуковском побережье. Капитальными зданиями, старого, игровыми комнатами. Но это все в прошлом, сейчас он медцентру принадлежит. Есть среди кустов небольшой скрытый пляж. Но он сейчас зарос, много водорослей в воде, поэтому не пользуется популярностью. А впереди один из речей попадает в речку. Там место форуга. Зимой квадроциклы съезжают, снегоходы, что посмотрим. Вот хорошее место спуска для катеров, гидроциклов. Подъезд, что можно спуститься прямо на воду, рудку. Тут зимой съезжают, всякая техника по льду ездит, когда замерзает. А впереди начинаются заревные руга. Лес остается на высоком береге, а десна изменится среди дубров, полей, ругов. Зону отдыха пропрыли. Переведи многочисленные повороты. Место рыбарки, ласточки, береговушки. Сейчас будет пляж, где раньше, когда Юрочка работала, Юрочка ходили студенты. Были там эти пионеры, сейчас покажем пляж этот. Деснянка видна на горизонте. На противопорожном берегу небольшой пляж со спуском. Но там люди, когда идут, и комары съедят. Все, ивняком заросло, кустами травой. А впереди уже деревья. Опасно, если ты открываешь лодок, стадо коров в воде, у кого пляжа. Тут жители моронный дуб достают, бревна тянут из-под воды. Готовят на подделке. Моронный дуб – это вещь хорошая. Красивая дубовая роща находится на противопорожном от нас берегу. Дубы высокие на самом берегу растут. Многие, кто отдыхал елочки, вспоминают этот пляж. Когда там был отдых, пионерские забавы, линейки. Но сейчас этот пляж оккупировали терки, и довольно плотно. Не только пляж, бывают все речки перегораживают. Стадо терок – это бичи жукурских пляжей. Посмотрим, что находится водоохранная зона, куда не поедешь, везде терки. Причем в большом количестве, на любой вкус. И бронзинки, и брюнетки. Вот такой заселятерок. К счастью, они уступили нам дорогу, и мы пройдем дальше. А то могли на рога поднять. Думаю, чего смотрят, след попривающей лодки. А когда-то здесь пионеры с елочкой отдыхали. Было живописное место для отдыха. Плывем дальше. Люди вон ныряют, нырярка устроили из дуба, не скраничиваясь над десной. Прыгают в воду. Зрители много, хвостатых и рогатых. Водные забавы. А десна опять делает поворот вокруг взрывных ругах. И пройдет дальше. Любой рощи липы приплывают мимо нас. Так, снимаем дальше. Живописный кражистый дуб встречает нас на том берегу. Но, к сожалению, он как-то по почте видимо ледоходом, когда зимой бывает. Порвано кура, и многого не предстоит. Дальше, может, вон завалится. Берег все подмывается, подмывается. Поэтому деревья продают в воду, создавая потом заслон, да, пропрыло. Тищина, спокойствие, солнце садится за рощей. Молодой комаров нет, можно спокойно сидеть, наблюдать живописные окраины. Это такой звездах тут десна делает. Мы скоро опять выйдем к краевному берегу в районе Засновки. Рыбачий шараш на том берегу обнаружен, в диких дорожных местах. Туда пробиваться надо с косовки, через топором, или с начите пробивать тростники на дороге. Горячка идет все за поворотом, за поворотом. Стрикозы летают на двойводной гладио. Подпрыли тут завалом. Деревья подмыты были, упали, какие-нибудь всякие доски, бревна, шеплыли во время ледохода и вообще набрались. Теропратины получились на десне. Ее пробовать надо. Она метров пять вообще даже от берега тянется. Вот такая дела. Надо быть осторожным. Острые деревья торчат из воды. Можно пропороть резиновую ротку, да или минимум можно проткнуть. Совсем недавно уровень воды выше, посмотрите, практически на метр ветки деревьев покрыты правующими водорослями. То есть воды было достаточно много, когда дождей шли, видимо, на тысячи других лет. Живописный дуб тоже весь уже наклинился. Подмывай этого. Позади шума мотор нас гидроциклом загоняет или ротка с мотором. Между Крымным берегом, Сосновым и Заросчим, есть взрывные руга между деснами. Там вот небольшое озерство между дубами находится сейчас. Там же большие взрывные руга, озера, дубы, красивые места. А вон там за поворотом любимый пляж. Черновир называется местных жителей. Не всем известный. Крышевище взрывные руга с заливами и озерами. Желтые кувшинки еще извертка видно у того берега. Хотя в сезонах уже проходит, но цветки видны. К сожалению, все десну уничтожили. Электроудочками браконьеры, с которыми не борются ни полиция, ни рыбный патруль. В результате чего рыбы практически нигде нет. И рыбаков уже не стало. Как с этим моделизмом бороться? Есть пример берегов берегов. Где жители объединились с зеленой патрулью, грубой. Ровят браконьеров, делят фотки, отбирают сети, жгут. Но жгут такой видами не будет. Впереди Черный Вир. Крутой изворот реки Десна. Справа крутой берег с береговыми норками, расточек, береговушек. А слева пляж. Любимый среди населения. Почему Зараз Черный Вир, мы не знаем. Может, из-за того, что тут крутой поворот река делает. Черный Вир все ближе и ближе. Постепенно за поворотом пляж во всей красе открывается. Пороги, длинные, удобные для отдыха. И противорожный берег с гнездами ласточек, береговушек. Красивое, тихое место, удаленно от чужих гряз. Постепенно река опять подбегает к Сосновому высокому берегу, обходя взрывные луга. Очень симпатичный пляж на косе на повороте. Здравствуйте, кроме местного производства, фирмы Старс. На пляж приехали отдыхать. Водротыкой пытаются прорваться в сторону крыльного берега, но это вряд ли удастся. Сейчас вода поднялась, протока по колено. Даже на такой технике проехать невозможно. Им придется возвращаться назад, несмотря на проходимые способности. Там нужна только амфибия. Противорожный берег более высокий, но подмываемый. Здесь проходят, видимо, поля, поэтому деревья частично засохшие почему-то стоят. Как ни странно, на берегу речи засохли деревья. Вода тут, водоворотик небольшой, поэтому это черным виром называют. Хотя черного тут ничего не вижу. И виро это поворот по-древней русски, по-славянски. А в чем тут черное, не знаю. Впереди интересное событие все видим. Стрекозы в остров сбились. Сотни стрекоз сидят на траве. Синяя, фиолетовая, целый раз стрекозинная. Вот тут стрекозы водятся. Небольшая такая травянистая возруще нас. И десятки стрекоз сидят там, отдыхают, летают. Зеленая стрекоза очень красивая. Видите, сколько стрекоз красивых? Кто-то след нам летит, кто-то садится, кто-то поднимается. Теперь и слева обрывистый берег стал. Мы все ближе, ближе к сосновому бору, к крыльному берегу. Дальше Десна будет плыть вдоль своих крыльных берегов. А здесь мы сделали несколько километров вокруг взрывных кругов. Мы дальше продолжаем по черному виру плыть. Поворот за поворотом. На том берегу уже лес начинается более густой. Березовый, дубовый, липовый. Впереди что-то идет навстречу. Катер или роткос мотором. Чёрный виру остался позади. Добрый вечер! Интересно, на берегу видите, видимо, во время ледохода лед рвет корни деревьев. После деревьев высыхают и падают речку. Прямо подрублены. Как будто их топором рубили. Ну, топором тот ряд, кто рубит. А вот лед, когда идет рядаход, видимо, все корни отрываются. Придя опять за туру, упавшие деревья создали препятствия на нашем пути. Напор леки торчат. А не опасно, когда водоплаватели могут пробить лодку. Туда кто-то лезет, какой-то свои разбойник, где-то нашли. Кто-то живет на том берегу, в диких условиях. Шалаш, палатку, лестницу сделает даже. Укро дуба. И мы хорошее рыбачье место тут тоже обустроили. С лестницей. Мы все ближе и ближе к основному кленовому берегу. Где находится турбаза Битма, Сосновка. Рагер отдыха ВВС. Скоро мы подпрыгнем к тому месту. Там тоже остров есть, озеро на нем. Слева небольшая протока. Заливные луга имеют небольшое озеро, которое через этот протоку соединяет с Десной. В более засушивые года здесь дорожка проходит. Но сейчас еще вода стоит высоко и пройти можно только по колену в воде. Поэтому куда циклисты тут проехать не могут сейчас. Да и велосипеды не проедут. Довольно большое заливное озеро находится. Метан на 200, на 300. Тропинка в этом году здесь нету. Только если не хотите по колену намокнуть. Там тоже рыбаки сидят на том озере. Оно соединяется в этом году с Десной. Урень воды высокий. Оно не изолировано. Слева от нас тоже берег. Там залив небольшой, посреди залива озера. А дальше сосновый лес и зона отдыха. Любимые лагеря всем. Сосновка, ВВС, елочка уже не... Мертвая елочка, у которой не существует пионерский лагерь заброшенный. Мы почти поравнялись с коленным берегом. Здесь отдыхающих меньше. Последний поворот перед большим берегом. Скоро подойдем к соснам. И будет берег идти. Берогорка, как называемое место. Легендарное место в Жукове Берогорка называется. Всякие легенды про него ходят. Вот он, поворот, вышел к месту, где находится турбаза Сосновка от Битма. Здесь справлять нельзя. Ближайший пример. Студент-африканец с Камеруна утонул недавно. Сейчас посмотрим. Там от него остались на берегу только тапочки и рубашки. Лежат до сих пор или нет? Тут водовороты и крутой берег, по которому только по леске подниматься. Довольно трудно подняться. Дальше начинается берег, называемый в народе Беройгоркой. Песчаный обрывистый берег. Местные тут никогда не купаются. Дальше Десна пойдет в высоких берегах. Заливные луги мы прошли. Сделали в круг на несколько километров. Вот это уже краяной берег. Место отдыха приезжих и горожан. Слева от нас находится залив между заливными ругами и высоким берегом. Посередине у него остров. Сейчас посмотрим довольно красиво. Но батарейка садится. Не знаю, спеем снять или нет. Все ближе и ближе к краяной берег. С основки выпрыли практически прямо. Тут новая лестница появилась. Раньше обочин проходил крутой спуск. Тут кто-то рисунку построил. Уже хорошо. А слева залив. Залив покрыт зеленой ряской. А посередине у него живописный остров находится. Деревья посреди. Тихое, уединенное место для туристов, любителей спокойного отдыха. Этот залив вроде никогда не пересыхает. Здесь всегда есть связь с речкой. На острове бульно. Кусты растут, деревья. И крыльчевейший берег. Сосны в свете заката. А впереди белая горка. А обрывистый песчаный берег реки. О нем много легенд ходит. Вот именно здесь купаться нельзя. Здесь студенты тонут. В основном дорога протоптана. Приезжим это неизвестные местные поверья и легенды. Где плавать, где не плавать. Течение с водородами. Родка сама разворачивается на район берега горки. За берега горки дубки. Низкий берег, поросший дубами. Любимое место отдыха приезжих и местных отдыхающих. На этом мы сегодня путешествие заканчиваем. Скорость темнеет. Берега горка впереди. И чай несет нам навстречу берега горки. Мы подрэп, проходящий на тот берег. Ну вот он, красивая берега горка. Берег с белого песчаника. Поросший растительный. Но все равно откосы белые. Очень крутые. Тут спуститься не очень хорошо. Туристы наверху сидят. Белая горка к километрам идет. Общества вы کے бежатке. И взял пòниэ. Только он берегу позвоночник. Белая горка. Взял панет. И влагу будет some pipe. И теперь вперед. С竹 facilitates красивый сосновый берег ведь какой обрывистый берег туда же подняться тяжело вверх совсем вертикально обрывистый постепенно берегов становится ниже и переходит в рощу дубки который имеет низкий берег берегу сапорос растительности только размывы тарах вот выдают что берег действительно белый и вера горка оправдывает его название членное дерево береза подмытая часть вот два будет в реке лежать берег обрушается ими с ним деревья такие вещи происходит у нас ну вот белая горка заканчивается дальше дубки роща может констатировать браконьерик то удочкам по выборе всю рыбу пропуск много километров мы практически не видели одну ли две поклевки семели надо что-то грубой патруль создавать защищать свои природные ресурсы раз местная полиция